Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В Галилее, в городе Назарете, архангел Гавриил явился Деве Марии, обрученной праведному Иосифу с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира. В это время римский император издал указ о переписи жителей всей империи. В Палестине, которая тогда входила в состав Римской империи, каждый должен был пройти перепись в том городе, где жили его предки. Праведный Иосиф был потом концаря Давида, и поэтому он с обрученной Марией пошел из Назарета в Иудею, в город Вифлеем, откуда происходил его род. Иосиф и Мария не смогли найти место в гостинице Вифлеема, и поэтому остановились на ночь в пещере, служившей хлевом для скота, где и появился на свет Спаситель мира. Младенца спеленали и положили в ясли – кормушку для овец. Первыми из всех людей новорожденному Иисусу пришли поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела. На восьмой день после рождения младенец Иисус, согласно ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех еврейских младенцев мужского пола в знак Завета Бога Отца с избранным еврейским народом. В то же время далеко на востоке трем волхвам явилась звезда, возвестившая о рождении Спасителя мира, что подвигло их пойти за звездой, чтобы поклониться новорожденному Христу. Придя в Вифлеем, волхвы принесли с собой дары для младенца – золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как первосвященнику, а смирну как тому, кто готовится к погребению, тем самым предрекая будущую смерть Иисуса на кресте за грехи всего мира. Царствующий в то время в Палестине царь Ирод узнал о рождении младенца, которому предрекали царство. Испугался за свою власть и приказал уничтожить всех детей в Вифлееме младше двух лет. Предупрежденное ангелом святое семейство бежало из Вифлеема в Египет и тем спасло младенца от гнева Ирода. В воспоминании евангельских событий мы используем разные символы. Звезду, напоминающую о звезде ведущей волхвов, сочево, блюдо из зерен с медом, зерна как символ воскресения к новой жизни, ель, вечно зеленое растение, символизирующее вечную жизнь и так далее. Поются калятки, народные обрядовые песни, посвященные празднику. Счастливого Рождества! Христос родился! Славим Его!